О, ветерочек пошел, да? Костя, ты выбери спеленькую. Я сейчас рулеты напеку. Смотри, мягкая. Ну? Побитая какая-то. Ну, что делать? Каждую щупать. Что-то сыпется, что-то зеленое. А, это значит червивое. Может быть. Или уже начинает заболевать. Костя, наверное, срывай ее всю. Понимаешь, если зеленоватая, мы ее на зиму на компоты, как в прошлом году. Помнишь, какая была вкуснота? Да. Срывай ее всю, солнышко. Умничка, да. Давай. Потому что она здоровая. Смотри, она на вид уже очень красивая, темная. Смотрите, какая она внутри красивая. Надо ее обрывать. Вот что классно дает урожай. Вот это ежевика. Черная магия. Посмотрите, какие ветки висят. Зеленая там спеет, там цветет. И все время урожайчик есть. Инжирчик жду, когда поспеет. Уже почти ведро сливы нарвал. Ну, хороший урожай с этого маленького деревца, колоновидного. Вот, смотрите, какое небольшое. Оно бедненькое аж согнулось. Видите? Нормально, нормально. Короче, хватит и на зиму что-то сделать. Вот базилик ты принялся. Базилик принялся. Сейчас покажу. Ты хоть его не затопчи уже. Вот, видите, посадила. Растет. Надо его полить. Да, может быть. Солнце моё, здрасте вам с Одессы. Короче, оборвали сегодня все сливы и у нас очень много работы. Сейчас я испеку немножко сладенького на скорую руку. А остальное там целое ведро надо будет перечистить и переработать, что-то с ним сделать на зиму. Так что мы сегодня заняты. Аж ого-го. Посмотри, какая сливка. Смотри, вот когда она такая вот спелая, она просто красная. Когда не очень спелая, другого цвета. Такой сорт шикардосный. О, смотри. Десертная. Я не знаю название сорта. Покупала её просто как колоновидная. Пузнота. Что не съем, то по надкусию. Знаешь, как бабушка говорила. Короче, я тут, по-моему, её больше налопаю, чем останется. Что ты молчишь? Меня же с тобой разговаривают. Смотри, молчит. Ну и сегодня с тестом я возиться не хочу. Костик мне принёс лавашик, листики. Да все знают этот рецепт, конечно, сейчас будете все говорить. Да. Хорошо. Разрежу его сильно. Они какие-то прямоугольники. Мне не нужно такое. Не поняла, что не захватило. сейчас посмотрю, как лучше заворачивать. Так, так. Да, вот так вот, наверное, да? Да. Девочки, мальчики, костики. Вот так хорошо будет? Хорошо. Наискость, да, как бы? Так, ну, завернуть это всё, да, хорошо. Но смотрите, что я вам посоветую сделать. Берёте маслечко и промазываете. Вот это будет шикардос. Оно будет как слоёное. Лаваш маслицем пропитается, будет хрустеть, хрумтеть. Ну, так я знаю, что делают не все. Например, среди моих знакомых я не слышала, что промазывали маслом. А я вот попробовала один раз, сама думаю, а ну-ка, дай промажу. И получился класс. Да, из масла для лизы генератора. Какого генератора ты шо? Так, сейчас ещё сюда вот так подбавлю. Я ложку не принесла. Есть ложка. Теперь сахара по вкусу. Так. И можно уже заворачивать. Но если вы хотите, чтобы внутри получился как джем, подбавьте немножко вот так крахмала. Крахмал свяжет это всё дело. И сок никуда не вытечет. Нет, опять же, не спорю. Если вы не хотите кушать крахмал, это не очень полезно, я понимаю, то не добавляйте. Всё, теперь вот так вот заворачиваю. Может так, 50 на 50. Половина сделай с крахмалом, половина без. Слышишь, начала так культурно вилочкой размазывать потом. Да? Да, давно бы так было. Ну, рукой, да и всё. Ну вот. По-домашнему. Ну да. Тушенки там, пару банок, по-моему, осталось. Ну вот. Зато зима была сложная, а у нас всё было. Потому что мы поработали, мы потрудились летом. А зимой у нас всё есть. Это тоже неплохо. Надо пополнять запасы, да, вот. Угу. Сейчас, конечно, цены другие уже. Боже мой, ребята, так всё подорожало, это кошмар. Мясо с прошлого года было где-то даже по 109 можно было брать гривен, да? Лопатку мы брали на тушёнку. А сейчас... 200 с чем-то. Вы представляете? Почти в два раза цены выросли на мясо. И теперь вот эту вот красоту. Горячую духовочку. Золотистого цвета, красивого. Пусть печётся. Смотрите, сколько получилось. Целый противень вкусняшек. Костя, покажи вблизи. Вот где маслом помазала. Посмотрите, какое оно прямо... О, слоечка, смотри. Слоечка. А запах сливочный. Такой вот именно сливочного масла. У меня прямо уже слюнки текут. Вот реально, ребята, надо маслать. Мазать маслечком. И будет, смотрите, какая прямо слоечка. Слоечка, слоечка. Ну, шикардос. Шикардос. Сейчас, когда ещё остынут, можно сверху посыпать сахарной пудрой. Ну, нет, он уже махает. Нет, не хочет. Ну, во-первых, они не доживут. Они не остынут. Они уже будут остывать у кого-то в животе. Всё, сейчас я их... Пока горячее, надо пробовать. Пока горячее, говорит, надо пробовать. И вот теперь, смотрите, некоторые потекли, а некоторые нет. Но я смешивала, я не знаю, где какие, где с крахмалом, где без. Вот, немножко потекло. Ну, не страшно. Это, может, от соседа потекло. От соседнего. А, от соседнего. Ну, вот видишь, потекло. О, блин. Прямо не останется. Вот. А здесь не потёк. Вот, видите? Вот здесь прямо видно, вот крахмал загустился. И он не потёк. А то действительно, Костя прав. Наверное, один потёк, и оно здесь всё залило. Вот. Ещё один. Вот в чём дело. Вот так вот. Что такое? Сникался. Так, что такое? Сникался и пробует. Не пробует, а именно уже хавает. Нельзя скушать пирожок. Это можно выдержать? А я вам скажу, почему. Потому что с него течёт, и он сел вот сюда, вот, чтобы в оборот тёк сок. Ого. Чтобы тарелки не мыть. Как ты догадалась. Ну, так я ж умная. Яблочки поспевают. Горячее ещё, мы уже кушаем. Вот заглядывает. Тебе нельзя. Дегустатор главный. Ну что, вкусно? Я ему только корочку даю. Вкусно, да. Очень вкусно. Ой, ещё хочет. Смотри, просит, просит. Ещё хочет. Смотри. Это нравится. Ну, вот чудо. Сейчас мама даст корочку вот эту вот сверху. Кусочек маленький. На. Ой, чудо ты, мамина, чудо. Вот ему всегда вкусно, да? Скажи, мне всегда очень вкусно. Тебе вкусно? Вкусно? Да. Ой, как вкусно. Очень вкусно, да. Очень вкусно. И очень жарко, да. Да, Тебулька, очень жарко. Уже половина нет. Все видели? А теперь смотрите, сколько нас ждёт работы. Вот, пожалуйста, уже труженик трудится. Это ещё не всяк. Ну, так, конечно, это немножко насыпали. Сейчас я присоединюсь. Так что нас ждут великие дела. Работаем. Они только пиво пьют. Точно. Подожди, пока. Одни праздники. Ну, а что? Вот сегодня показала... Или будни показывали. Показала сегодня будний наш день. Трудимся. Трудимся. На зиму готовимся. На море не поехали. Там шторм сегодня. Сильнейший шторм. Купаться нельзя при шторме. Я не полезу в воду. Мало ли что. Там правильно? Опасно. Сегодня опять какая-то мина рванула. Ну, вот, пожалуйста. Я читал в телеграмме. Когда можно, то мы купаемся. Когда шторм, мы не лезем. За километр где-то от береговой зоны был взрыв. Сама взорвалась. Ну, то куда это водится? Подождем, пока успокоится. Пока будет прозрачная чистая водичка. Да. Солнышки, мы работать дальше. А вам приятного вечера. Тихого, мирного. И до встречи на канале Дворик на фонтане. До завтра. До завтра. До встречи на фонтане.